В Чебоксарах начал работу форум Relav Expo 2017. Он собрал производителей и потребителей электротехнического оборудования из России и других стран. Сегодня прошла международная научно-практическая конференция, а на площадке театра, оперы и балета развернулась выставка инноваций. Большая часть экспонатов на этой выставке – новинки последних лет. На одном из крупнейших предприятий республики разработали специальную панель, контролирующую работу энергообъектов. Пока это образец, но в ближайшее время планируется начать серийный выпуск. То есть мы у себя уже на производстве пробовали, вся эта система работает. Ситуация сейчас вот такая, надо пройти с инфекцией. Министерство энергетики, у нас будут рабочие встречи, мы покажем. Значит, через Амрельки покажут новые разработки. Еще одно ноу-хау из Чебоксар – специальные датчики, с помощью которых возможно определить место обрыва проводов. Спрос на эту технику повышается, производителям поступают заказы и за рубежа. Повреждения надо находить, быстро устранять. Естественно, это очень здорово помогает. То есть когда мы точно показываем, что на какой-то там 221-й опоре произошло замыкание, и бригаду ремонтников нужно отправлять именно туда. Точечно. Да, уже координаты плюс-минус там 200 метров. А это технология будущего. Чебоксарские предприятия разрабатывают подстанции с интеллектом. Как будет работать цифровая система, имитируют на этом стенде. Для того, чтобы, скажем так, развить сомнения, что это у нас не муляж, мы отключаем вторую подсеть и видим, что у нас пропадают измерения у всех, скажем так, программ мониторинга. И я сразу же включу один из автоматов, потому что нужно какое-то время для восстановления по сети. И для демонстрации того, что все-таки подсеть у нас сохраняется надежно. Цифровые тенденции, скажем, да, они надежны, они обеспечиваются, скажем так, этими производителями. Электроэнергетика страны на месте не стоит. Отерсель нуждается в инновациях, особенно на фоне импортозамещения. Релейная защита и автоматика должны стать более надежной. Это главная цель работы. Это не просто система мониторинга, это же система предотвращения технологических нарушений, минимизация времени восстановления энергоснабжения и все, что обеспечивает то слово, которое мы, как энергетики, должны обеспечить нашим потребителям – надежное энергоснабжение. Мы со всем нашим интеллектуальным умением должны занять первую делящую роль в этом процессе. Мы, как Россети, формируемые программы национального развития. И вот в декабре 2016 года мы утвердили очередную программу первой среди энергокомпаний. И одно из четырех направлений мы выделили – это цифровая подстанция. Это цифровая подстанция, которая направление включает в себя все – от разработки стандартов и заканчивая опытным внедрением техных образцов. По итогам форума «РЛАФЭКСПО» намерены определить дальнейшие пути развития отрасли. В Чебоксары приехали более 200 экспертов из 34 регионов страны. Гости говорят, что электротехника, которая выпускается в столице республики, способна конкурировать с импортной. Без создания единого кластера предприятий достичь такого результата было бы невозможно, считает Михаил Игнатьев. С учетом того, что государственная политика федерального центра, президента России направлена на то, чтобы товары под брендом «Сделано в России» получали дополнительный рынок, дополнительное стимулирование на территории Российской Федерации, это по факту получается. Огромная сетевая компания «Россети» сегодня покупает наши товары. Наши производители участвуют на конкурсах. Федеральная сетевая компания «Газпром», «Ростнефть», «Транснефть» – они конкурируют сегодня на самом деле с мировыми компаниями. Форум «Реловэкспо» продлится три дня. Впереди десятки круглых столов и конференций. Не исключено, что по итогам выставки инноваций предприятия заключат новые контракты. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.